Библейский портал экзегет.ру представляет О чем здесь говорится? Когда мертвая муха падает в благовонные умощения, в благовонные масла, которые делает мироварник, она там разлагается и может испортить это масло. Так вот, и маленькая глупость человека вроде как мудрого и уважаемого может тоже испортить мнение о нем, не сочетаться с его мудростью и честью. Бывает, что человек в общем старается жить по воле Божьей, но допускает себе в каком-то отдельном моменте жить нечестиво. Или гневаться, или услаждаться какой-то иной страстью, и не пытается это обуздывать, а отпускает бразды, думая, что в принципе-то я как бы живу с Богом. И если мы помним, что мудрость для экклесиаста – это умение жить по воле Божьей, умение жить по законам духовного мира, то глупость – это противление этим законам. И вот небольшая глупость, зачастую этой глупостью называется гневливость у Соломона, так вот, эта небольшая глупость, она может испортить полностью впечатление о человеке. «Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую», – говорит дальше экклесиаст. «По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп. Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй место твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки». Очень интересные мысли здесь. Ну, первая мысль понятна. «Сердце мудрого на правую сторону». Все мы в обиходе даже понимаем, что право – это хорошо, лево – это символически обозначает плохо. Так вот, сердце глупого, его внутреннее устремление всегда устремлено на левую сторону. То есть, что бы он ни делал, он всегда примешивает к этому нечестие, и даже какие-то хорошие поступки, казалось бы, человек глупый, человек гневливый или нечестивый, он будет искажать. И здесь, по какой бы дороге он ни шел, всегда выскажет, что он глуп. То есть, каким бы делом глупый человек ни занимался, всегда будет видно, что есть у него глупость. Как бы он ни пытался себя выставлять, имея власть или силу, или деньги, выставлять себя чего-то значащим, все равно люди, окружающие его, хоть и в глаза будут ему говорить приятные вещи, будут о нем не очень приятного мнения. Так вот, дальше мысль немножко перескакивает, как бы смотрит с другой стороны. Если сейчас мысль была в первую очередь обращена к мудрому человеку, уважаемому человеку и, скорее всего, к начальствующему, то здесь крисиаст говорит об отношении к начальнику. Если гнев начальника вспыхнет на тебя, не оставляй места твоего. То есть, и сам не будь глупым, потому что тогда твоя глупость будет выказываться во всех твоих делах. А если ты видишь глупость по отношению к тебе, например, начальника, то не оставляй места твоего, то есть поступи по-мудрому, потому что кротость покрывает и большие проступки. Это вот очень важная мысль. Кротость покрывает большие проступки. Что такое кротость? Когда мы говорим о кротости, мы часто представляем себе человека, который не может постоять за себя, который постоянно наскорблении будет молчать. В общем, образ такой не самый вдохновляющий. Кротость все-таки – это добродетель, которую Иоанн Лествичник определяет как неизменное состояние ума, неизменное состояние духа, которое пребывает неизменным, независимо от внешних обстоятельств. И тот же преподобный Иоанн говорит, что кротость похожа на скалу, возвышающуюся над волнами Житейского моря. Совсем другой образ, да? То есть не человек забитый, не человек слабый, а человек стойкий и сильный. Только эта сила проявляется не в активном наступлении, а эта сила проявляется в стойкости. И вот когда возникает гнев начальника, Соломон предлагает перетерпеть, устоять спокойно, потому что и гнев может схлынуть. И даже если человек совершил проступок, или большой проступок, то такая кротость, спокойствие, умение признать свои ошибки, умение понять, что ты где-то неправ, и исправиться, она поможет и покрывает и большие проступки. Кротость, как внутренняя стойкость, помогает человеку еще и не отвечать на гнев. Поэтому если на кроткого человека гневаются, он находит в себе силы и реагирует спокойно. И вот такая спокойная реакция, адекватная реакция, помогает в отношении, в том числе с начальниками, и может даже покрыть и серьезные проступки. Дальше продолжает экресиаст. Есть зло, которое видел я под солнцем. Эта фраза говорит о том, что экресиаст видел, что есть некоторые вещи, которые зло для человека, то есть расстраивают человека. И происходят они под солнцем. Происходят они в том случае, если человек живет, привязавшись к этому материальному миру, если для него нет вечности, если для него нет Бога. Так вот, видел я такие вещи под солнцем, которые расстраивают, которые привносят диссонанс в душу, зло. Как бы погрешность, происходящая от властелина. То есть, когда властелин поступает неправильно. Это отражается на людях, и для человека, живущего в материальном мире, это прямо трагедия. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. И богатые здесь имеются в виду не только в смысле материальном, а именно уважаемые люди, люди, которые приобрели это богатство каким-то трудом. Они по обстоятельствам жизни вот так вот складывается, что они оказываются низко, а невежественный человек становится высоко. И если мы представляем себе жизнь в контексте жизневременной, это всё несправедливо, это какая-то глупость, это непонятно что вообще. Вот, видел рабов на конях, а князей, ходящих подобно рабам пешком. То есть, та же самая мысль. Князья могут быть в нечестии, какие-то глупые, совершенно непонятные люди могут выходить на правящие должности. И к этому нужно уметь относиться спокойно. То есть, если мы соотнесём это с нашей жизнью, мы все время от времени сталкиваемся или с тем, что начальник поступает как-то неправильно, или с тем, что действительно непотребный человек становится начальником, а человек достойный остаётся в состоянии подчинённом, в состоянии как бы низком. И если мы осознаём, что есть воля Божья, и что есть видение Бога в этом всём, и что есть вечность, в которой каждый получает воздаяние по своим заслугам, и что воздаяние вечности во многих рад важнее, чем воздаяние в этой временной жизни, тогда для нас это не будет проблемой. Но когда человек живёт как бы под солнцем, то есть в этом пространстве без Бога, для него это зло, это расстраивает его душу. И вот есть вариант не расстраиваться от этого, а понимать, что мы видим временный контекст, мы видим какие-то временные обстоятельства, но впереди вечность, и Господь видит, что для вечности сейчас необходимо так, что для вечного блаженства и вечного преуспеяния человека именно такой поворот событий, именно такое состояние, которое сейчас даётся человеку, для него нужно и важно. Дальше говорит проповедник. Кто копает яму, тот упадёт в неё. Знакомые слова, да, не рой другому яму, сам в неё попадёшь. И кто разрушает ограду, того ужалит змей. Здесь он говорит о глупости человеческой. Когда человек пытается сделать кому-то гадость, он говорит, что эта гадость обязательно на тебе отразится. Причём если мы осознаём, что есть контекст вечности, то даже если не в этой земной жизни, то в будущей оно по тебе отрикошетит. Поэтому лучше другому яму не рыть. Но мы, слава Богу, зачастую знаем это с детства. Кто передвигает камни, тот может надсадить себя. И кто колет дрова, тот может повернуться опасности от них. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Другими словами, Кристианск говорит, мудрый в гору не пойдёт, мудрый гору обойдёт. Человек, имеющий кротость, внутреннее спокойствие, человек, умеющий смиряться с внешними обстоятельствами, человека, осознающий, что есть воля Божья, он не будет надрывать себе спину, пытаясь двигать камни. Естественно, это символический образ. Не будет убиваться при колке дров. И если увидит, что топор тупой, он его заточит. Вместо того, чтобы предпринимать усилия, этим тупым топором продолжать колоть дрова. То есть человек глупый, гневливый или нечестивый, часто подвергнут такому искушению, продавливает свою позицию, биться головой в лоб, биться лбом об стену и во что бы то ни стало, творит свою волю. Человек мудрый понимает, что не всегда необходимо делать то, что я делаю, так как я это вижу. Если есть обстоятельства жизни, если есть другие люди, я могу здесь уступить, здесь сделать по-другому. И каким-то образом мудрый человек находит возможность гибко относиться к обстоятельствам жизни и не пробивает стену головой. Есть такая интересная вещь. Называется куриное поведение. Если курице насыпать зерно и поставить перед ней небольшое стекло, то она будет биться головой об стекло до тех пор, пока не разобьет голову в кровь. И у глупого человека бывает такое же поведение. Причем как у начальствующих, которые считают, что я так сказал и так будет, так и у подчиненных, которые могут считать, что нет, я знаю, что надо делать так, а начальник не прав, и я буду всячески доказывать и продавливать именно свое видение ситуации. То есть мудрый человек умеет быть гибким, мудрый человек умеет быть спокойным, он умеет не лететь, сломя голову, двигаясь своим гневом или каким-то быстротечным чувством и может обойти, в конце концов, это стекло, а не биться в него головой. Так вот, дальше продолжается книга такими словами. Если змею жарит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный. Слова из уст мудрого благодать, а уста глупых губят его же. Начало слов из уст его глупость, а конец речи из уст его безумие. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет, и кто скажет ему, что будет после него. Итак, о чем здесь говорится? Если змей ужарит без противоядия, без заговаривания, здесь имеется в виду действия медика, которые должны нейтрализовать яд, то похоже на это уста глупого. Причем мудрый человек, то, что он говорит, это благодать, это такой благой дар, который происходит от Бога. Если человек мудрый, если он живет по заповедям Божьим, то когда он говорит, он говорит согласно с волей Божьей, и это приносит человеку пользу. А глупый человек, он не только наносит вред тому, кому он говорит, потому что он может человека ранить, он может человека обидеть, он может ввести его в заблуждение, но наносит вред и самому себе, как говорит книга проповедника. Если человек начинает глупостью, заканчивает он безумием. А о чем это? Вроде как бы близкие понятия, но вроде как безумие – это такая сильная глупость. Но на самом деле безумие в библейском контексте – это термин, который обозначает не только крайнюю степень глупости, но и отрицание Бога. То есть глупый человек, начиная с глупости, то есть с потакания нечестью, с потакания каким-то вещам, противным воле Божьей, когда он говорит, например, что какой-то грех – это нормально. Он начинает с этого, а заканчивает отрицанием Бога. И глупый человек говорит много, хотя человек не знает, что будет после него, о чем эти слова. Глупый не заботится о последствиях своих слов. То есть мы не знаем, что будет после нас и как человек может расценить наши слова, как они могут жить в отрыве от произнесшего. Поэтому глупому человеку важно высказаться, ему важно обозначить свою позицию, и он не задумывается над тем, как его люди услышат. Мудрый человек, он пытается понять, как сказать, чтобы его услышали, чтобы его поняли. Глупому человеку важно высказать свою позицию. Как его поймут – это уже проблема того, кто слушает. Поэтому глупый говорит много, потому что он имеет свое мнение на все подряд, а мудрый, он понимает, что где-то нужно сказать, где-то можно сказать мягко, где-то можно сказать жестче, а где-то нужно вообще помолчать. Дальше продолжается книга такими словами. Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город. Понятно, это образ. Глупый человек не знает дороги в город, то есть он не знает дороги в социальный центр, вокруг которого находятся все остальные земли. Глупый человек не знает дороги в город – это значит, что он не знает правильных путей. И преподобный Иоанн Кассиан Римлян говорит, что в этом месте город, скорее всего, подразумевается небесный Иерусалим и Царство Божие. То есть глупый человек не знает дороги в Царство Божие. Ну, или, если понимать более просто, то не умеет правильно жить и не знает правильных путей. Заканчивается глава такими словами. Этот текст, конечно, обращен не к земле, а обращен скорее к правителям или к начальникам. Но каждый из нас может эти слова приложить и к своей душе. Так вот, горе, когда царь твой отрок – это не про возраст. Это про устроение сознания. То есть апостол Павел в свое время скажет «Будьте детьми на зло, но не будьте детьми по разуму». Потому что если человек, ребенок по разуму, он не может мыслить далеко. Ребенок еще растет, воспитывается. Он зачастую думает о своих потребностях. Он думает о том, как бы удовлетворить все минутные желания. И если правитель живет таким образом, то действительно горе людям, которые ему подчиняются. Горе тебе, когда князья твои едят рано – это, конечно, не о раннем завтраке. Неужели ранний завтрак – это грех? Нет, конечно. Здесь говорится о тех людях, которые с утра просыпаются не с мыслью о Боге и не с мыслью о пользе своих подчиненных, а с мыслью о том, где бы поесть. И, конечно, такое устроение мыслей приносит только вред тем людям, которыми не управляют. И когда князья едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения, то есть когда они используют пищу по надобности, когда они не ставят ее вперед, а под пищей здесь подразумевается вообще человеческие удовольствия, так вот, когда человек властительствует не для удовлетворения собственных потребностей, а для устроения пользы, тогда действительно большая польза и всем, кем он управляет. Дальше говорит экресиаст. От ленности объяснит потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь, а за все отвечает серебро. Здесь экресиаст говорит о лене, о том, насколько она вредна, потому что ленивый человек, даже когда на него будет падать потолок, он ничего для этого не делает. Эта тема лени, она будет встречаться и в книге экресиаста, и в книге притчей, как одна из сторон глупости, как одна из страстей, которые вредят человеку и в этой временной жизни, и в жизни будущей. И экресиаст предостерегает не только от лени, но и от уныния. Когда опустятся руки, то протечет дом. Считая, что это все-таки признаки глупости, которые человеку самому будут неприятны. Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь. То есть время от времени необходимо и порадоваться, и вино необходимо для веселья, и в свое время и в своем каком-то необходимом объеме это может приносить пользу. Но за все отвечает Севербро, говорит экресиаст. То есть не нужно забывать, что для того, чтобы порадоваться, нужно и поработать. Потому что пир в свое время для удовольствия может быть полезен и хорош, и уместен. Но если ты все время пируешь, то в конце концов ты останешься без денег и без удовольствия. Поэтому необходимо в своей жизни сочетать необходимый труд и уделять время, какое-то конкретное время для удовольствий. Но эти удовольствия, как мы помним из чтения предыдущей главы, приносят человеку пользу только тогда, когда Бог благоволит к его делам. То есть когда человек стремится жить по воле Божьей, а Господь в ответ благоволит к его жизни. И заканчивается эта глава очень интересной мыслью. Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого. Потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатая пересказать речь твою. Это прекрасный образ и очень житейский нужный совет. Нет. То есть Соломон предостерегает от того, чтобы засловить начальников даже с друзьями, или там, где тебе кажется, что никто не слышит, потому что и у стен бывают уши. И потому что даже если ты скажешь что-то очень корректно, то птица может не просто перенести твое слово, но может пересказать твою речь. Она может не донести все, как ты сказал на самом деле, а привнести нечто свое. И начальник уже в ответ может из-за этого расстраиваться. Это очень мудрая мысль. Нужно уметь сдерживать себя и даже в общении с людьми, которые нам кажутся надежными вполне, или в тех местах, в которых нам кажется, что нас никто не услышит, потому что искушения бывают совершенно неожиданной стороны. И этот житейский совет – это тоже один из признаков мудрого человека. На этом житейском и очень важном совете Соломона мы заканчиваем чтение десятой главы и встретимся уже в дальнейших беседах в рамках проекта библейского портала «Экзегет». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...